Третий пакет помощи жителям Германии в условиях кризиса готовит немецкое правительство. Он составит рекордные 65 миллиардов евро и охватит все самые уязвимые сферы жизни. Государственная помощь в рамках третьего пакета включает новый билет на общественный транспорт на смену проездному по 9 евро. Он будет стоить в диапазоне от 49 до 69 евро по всей стране. Пенсионеры и студенты получат единую ставку на электроэнергию. Также правительство хочет провести масштабную реформу жилищных пособий. Правительство Германии отменяет защитные маски в самолетах. По словам министра здравоохранения Карла Лаутербаха, прививки и маски остаются лучшей защитой от ожидаемой омикронной волны. Но пока ситуация позволяет, маски больше не будут обязательными в самолете. Однако, согласно поправкам к закону, маски остаются обязательными в кабинетах врачей, поездах дальнего следования, клиниках и домах престарелых. К другим темам. Хозяйственные магазины Германии предупреждают о новом дефиците товаров для дома, изоляционных материалов, светильников, ламп, алюминиевой продукции. Производителям приходится постоянно увеличивать свои расходы из-за кризиса. К тому же, сами покупатели не слишком спешат в хозяйственные магазины за покупками. Из-за повсеместного подорожания работы по дому откладывают до лучших времен. Берлинская неделя моды стартовала в Германии в 23-й раз. Она продлится до 10 сентября и обещает быть насыщенной и многоголосой. Только показов на подиумах планируется 36 в разных локациях. В Берлин приехали модели, дизайнеры, актеры и бренды со всего мира.